На этом уроке мы продолжим разбор глагола бана. Мы сказали, что основа бана была бана. То есть буква Я имеет огласовку, а предыдущая буква огласована фатхе, поэтому здесь букву Я заменили на алиф. Значит, бана стала бана. Но если мы посмотрим на форму двойственного числа, то мы увидим, что несмотря на наличие условия замены букву Я на алиф, она не заменена. Так мы говорим бана я, бана я, а не бана. Так как если бы мы применили правило и сказали, что здесь у нас в глаголе бана я, так же как и в форме единственного числа бана я, Я огласована, а предыдущая буква огласована фатхе, а значит меняем Я на алиф, то это привело бы к встрече двух алифов. Первый алиф полученный в результате замены букву Я на алиф, а второй алиф – это местомение двойственного числа бана, что неправильно привело бы к удалению одного из двух алифов, а точнее первого алифа. И в итоге у нас получилось бы опять бана, из-за чего мы не смогли бы отличить произношение формы двойственного числа от формы единственного числа. И хотя в написании у нас форма двойственного числа и могла бы отличаться от формы единственного числа, так как местомение алиф в форме двойственного числа пишется в виде алифа, в то время как алиф в форме единственного числа пишется в виде буквы Я без точек, согласно правилу, которое гласит, что алиф на конце трех буквного глагола, являясь заменой буквой ВАУ, будет писаться в виде алифа, как указание на то, что его основой являлась буква ВАУ, или будет писаться в виде буквы Я, как указание на то, что изначально здесь была буква Я. Если у нас форма двойственного числа бана и отличается от формы единственного числа бана, в написании все же в произношении человек не может их различить, поэтому здесь к данному правилу замены буквы Я на алиф не прибегли, а оставили бана Я как есть без изменения, несмотря на наличие условия замены буквы Я на алиф, дабы эта замена не привела к совпадению формы двойственного числа с формы единственного числа. Дальше у нас идет бана Ю, здесь мы видим то же самое условие, я имеет огласовку, а именно дому, а мы сказали любую огласовку, значит я имеет огласовку, а предыдущая буква огласована ФАТА, что приводит к замене буквы Я на алиф. У нас получается вот такая картина изначально банау, то есть встречается два секунда алиф, являющихся заменой буквы Я, и вместо мнения множественного числа мужского родового, вследствие чего мы удаляем букву алиф и у нас остается банау по форме ФАУ, по модели ФАУ, в основе было бана Ю, по модели ФАУЛЮ, а стало банау по модели ФАУ, из-за удаления буквы Алиф, являющейся заменой буквы Я. Значит бана, бана Я, банау, в следующей форме это банат, чья основа является банает, здесь применено то же самое правило, Я имеет огласовку, предыдущая буква имеет огласовку ФАТА, значит Я заменяется на алиф, что приводит к встрече двух секунду, алифа и секунированной буквы ТА, из-за чего алиф удаляется и у нас получается бана по форме, по модели ФААТ, хотя в основе было бана Я по форме ФААЛЮ. Следующая форма это бана ТА, по форме ФААТА, в основе было бана Я ТА, здесь применено то же самое правило замены буквы Я на алиф, вследствие чего у нас сначала получилось бана ТА, но почему же тогда алиф здесь удалили, несмотря на то, что здесь по виду мы не можем сказать, что встретились два секуни, ведь буква ТА здесь после алифа имеет огласовку, а не секун, значит алиф удалять нельзя было, но как же он тогда удален? Алиф здесь удален, исходя из того, что буква ТА в основе имеет секун, что касается ее фатхи, то она появилась просто из-за местоимения двойственных числа, так как алиф это всегда долгота удаления, которая требует фатху предыдущей буквы, значит фатха здесь не такой сильный заслон, а значит не препятствует удалению буквы алиф, являющейся заменой буквы Я, значит бана ТА по модели ФААТА, в основе было бана Я ТА по модели ФААЛАТА. Дальше у нас идет глугол бана ИНа, следует отметить, что начиная от формы бана ИНа и до конца, как мы видим в воспряжении этого глагола, глагол не претерпевает никаких изменений, значит глагол НАКОСУН, то есть глагол со слабой третьей коренной буквы, при присоединении огласованного местомения, подъезжая РОВ, такой глагол никак не изменяется, как будто это правильный, здоровый глагол, и начиная от формы бана ИНа и до конца глагол, глагол бана не будет отличаться от глагола КЭТАБА, например. Так мы скажем бана ИНа, так же как говорим например КЭТАБНА и так до конца. Проведем спряжение глагола бана, бана я, бана, бана, бана я, бану, банат, баната, банайна. Отсюда и до конца нет никаких изменений, значит БАНАЙНА , БАНАЙТА, БАНАЙТУМА, БАНАЙТУМ, БАНАЙТИ, БАНАЙТУМА, БАНАЙТУННА, БАНАЙТУ и БАНАЙНА. الحمد لله رب العالمين